Добрый день. Общественный совет при УВД. Детям и без того на дистанционном обучении непросто, а когда еще и компьютеров нет, совсем плохо. Восьмиклассница Ксюша Богородцева учится на одни пятерки, но вот теперь боится, что не справится с учебой. В семье три ученика и один компьютер. Купить еще один семья не может. За поддержкой родители обратились в общественный совет при УВД города Самары и получили ее. Ну, конечно, он действительно был нужен, потому что сейчас дистанционное обучение, учеба и сейчас компьютерное обучение в основном и по видеокамере. Идея помочь таким детям, как Ксюша, пришла к Александру Чернышеву. Он обратился к другим членам общественного совета городского УВД и получил поддержку. Вместе начали собирать технику и раздавать нуждающимся. Первые ноутбуки детям вручил и член совета, главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. При этом общественники соблюдали все миры безопасности, были в масках, перчатках и соблюдали дистанцию. Ведь дело серьезное. Держите. Ноутбук. И здесь мышки и зарядные устройства. Спасибо большое. Спасибо. Еще одним счастливым обладателем ноутбука стала семья Жигалинах. Евгения воспитывает одна ребенка-инвалида. Дистанционное обучение и их застало врасплох. Мальчик ходит в первый класс, с телефона получать знания тяжело. Есть потребность. Есть потребность таких семей, когда сейчас это необходимо. Поэтому мы к людям обращаемся, к самарцам, к миллионному городу. Если есть такая возможность, посмотрите, если готовы пожертвовать, давайте передадим нашим соседям, нашим горожанам. Если у вас есть ноутбук, который вам не нужен, и вы готовы отдать его в дар тем, кто сейчас в нем нуждается, можете обратиться к нам в редакцию по номеру, указанному на экране. Или связаться с членом общественного совета при УВД города Самары Александром Чернышевым. Его телефон тоже указан. Дарья Булавина, мэрия Елчан, Николай Епифанов. События.